Ульяновские медики Учитель и помощник. Врачи уверены, старший товарищ в их сложном деле просто необходим. Нужно помнить о том, что наставник, учитель у каждого врача должен быть на протяжении всей жизни. И он сам потом, когда осваивает профессию, становится наставником для кого-то другого. Способность всегда учиться – то, что отличает настоящего профессионала в абсолютно любой отрасли. Порой и сами ученики способны научить учителя. Меня удивили их, знаете, мысли и ход мысли. То есть они рассуждают, вот те, которые сейчас приходят на смену нам, они рассуждают по-другому. То есть у них уже может быть более прагматичный ум, более какой-то практически применимый, что ли. Они не витают в облаках в основном. Может быть, кто-то витает, но я с ними не сталкивалась. Пять лет вот исполнилось. Как раз в сентябре, как я работаю. Как работаем? Поначалу было сложновато. Работать с мамой в основном, конечно, с малышами чуть попроще. Мамы, бабушки, они разные бывают. А в целом сейчас уже все хорошо. Как говорят наставники, молодежь думает быстро и конкретно. Поэтому опытным специалистам есть чему поучиться у молодых. Начинающие врачи, в свою очередь, учатся у коллег секретом профессии. И наставники, и ученики получили награды из рук губернатора региона. Сегодня 71 врач трудоустроен в сельских районах области по федеральной программе «Земский доктор». 18 специалистов по региональной программе «Земский фельдшер» и «Земская медицинская сестра». Всего за время существования этих программ укомплектованность кадрами повысилась на 17%, а на 20% произошло омоложение кадрового состава. Молодость идет рука об руку с опытом. И это только на пользу жителям региона. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.